Добрый день. 19 ноября. Новости все читают. Я просто прочитал, что там все убиты, все погибли. Это неправда. Был вчера тяжелый день. Были у нас потери 200-300. Противник тоже несет потери. На войне так бывает, что у них все сладко. Бывает черный день, бывает белый день. Хочу обратиться к людям Украины, которым не безразлично от этих моментов, которые хотят, допустим, как я хочу поменять все вот эти схемы в стране, которые уже прижили за 23 года. Спасибо большое за поддержку, спасибо за понимание, за какие-то моменты, что вы нам помогаете лечить раненых. Не забывайте тех, кто погиб. Спасибо большое. Все будет нормально. Будут наступать, будем сражаться. Скажут наступать, будем наступать. Мы, в принципе, заряжены на победу. Все будет хорошо. Если мы вместе, то мы победим. Обратиться к людям хочу, те, которые еще сидят в Харьков, Донецк, Николаев, Киев даже. И думают, что вот втихаря себе в комнате, там, я русский, все, все за Россию, там, но молчит, потому что боится. Это плохое мнение, неправильное мнение. Вы видите, вот как здесь русский мир пришел, что здесь творится. Нет, ополченцы это просто так, это клоуны, которые за ниточки их дергают. А ополченцев нету, ни градов, ни буков, ни ураганов, ни точки У, ни танков Т-72, которые вот мы тут на полосе, вот они уже сожжены стоят. Откуда такие танки? Из России, не из Сомали, там, в Украине вообще таких танков нет. Регулярно тоже попадают в плен русские солдаты, офицеры, которых мы потом сразу отдаем в спецслужбы. Не издеваемся над ними, как эти ублюдки издеваются над нашими пленами. Парады и все остальное. Этот мусор, можно так назвать. Плохое мнение у вас, уважаемые, почему? Потому что вы видите, как здесь люди живут. Денег им не платят, и денег негде взять. Россия скоро денег вообще выделять не будет, потому что у нее скоро они закончатся тоже, из-за этих всех санкций. И Россия не так уж и хорошо живет, как там рассказывают. В Москву, конечно, Москва там супер все светится, Санкт-Петербург там, еще какие-то города. А все остальные вот такие вот захолустья или какие-то такие, там где заводы стоят, я не знаю, там где шахты, в русских городах, то же самое. Так же люди живут, что бухают наркотики там и работают, и все. На Москву смотреть не надо. Меняйте свое мнение. Вы украинцы, родились на Украине, живете в Украине. Вы украинцы, не надо думать про Россию. Людям, которые там супер-патриоты, я не знаю, там, которые считают, вот западная Украина, это бандеровцы, там, западенцы, там, вуйки, гуцулы, центральная, центральная, там, развитая, я не знаю, южане, там они южане, все украинцы, все украинцы начинают уж города, заканчивают Донецком. Надо уже эти слова забирать, хохлы там, москали, вот, которые живут в Украине. Есть украинцы, не путайте, там, нацизм с национализмом. У нас не было никогда такого 23 года, каждый жил сам для себя. Сейчас уже надо объединять усилия, надо работать, работать во благо Родины, во благо Украины. Потому что мы украинцы, не хохлы, не, там, бандеровцы, не гуцулы, а именно украинцы. Забудьте эти слова уже. Обратиться хочу к правительству, то же самое. Вот вы там что-то решаете, меняете, какие-то оппозиции создаете. У вас там вообще свой мирок, я не могу понять. Спорите, там, друг другу убьете лица. Только недавно прошли выборы. Делайте какие-то движения. Сколько у нас молодых, молодых людей, компетентных людей, у которых нет денег, чтобы продвинуться куда-то, и которых нету в стартах, чтобы его кто-то толкнул. Вот, те же структуры экономические, там, судебные какие-то структуры, там, я не знаю, юридические, как это правильно называется. Я вот в этом сильно не разбираюсь. Если у меня здесь молодые парни уже повидали такого, что они могут руководить боями, солдаты, сержанты, молодые люди, которые уже на практике, это надо давать возможность людям, молодым парням, которые закончили этот год, молодым девчонкам, работать в структурах государственных, не сидеть на своих местах, как сидят вот эти люди, как были 23 года одни, и выбрали тех же, но уже некому выбирать, потому что это монополия вот эта идет. Всех выдавливают, куча партий. О, сейчас какие-то оппозиции. Я то не хочу, я то хочу. Так делать нельзя. Деребаните вот этот, нельзя так деребанить. Вот этот Яценюк, который кричал кулю в лобо там. Вот, ну что, какие движения мы делаем? Какие? Сидим возле микрофона и ноем, когда микрофон включен. А что же нам делать? Молодых ставьте, молодых людей. Берите, вот, делайте, я не знаю, отбор, вот Украина мои таланты, да, вот это вот шоу. Так сделайте такое шоу точно так же, сделайте профотбор людей. На такую-то, там, я не знаю, социальную какую-то структуру. Там кто работает с пенсионерами, молодежь, очень хорошо работают девчонки, сейчас это показало, как они работают с ранеными. Парни, кто работает в экономической теме, кто и работает с детьми. Молодых ставьте. А те, которые уже надо идти на пенсию, отправляйте на пенсию, с хорошей пенсией, что они тоже работали. Я не имею ввиду, допустим, там каких-то олигархических движений, который сидит, присосался и все. Вот так надо делать. Это я считаю, что надо как-то двигаться дальше. Если начали уже вот это все, вот что-то сейчас творится, так надо уже двигаться дальше и заканчивать. Здесь мы уже как-то будем разбираться с помощью людей небезразличных. А правительство должно работать там, во благо Родины, а не сидеть на Бентли, там, я не знаю, кушать в дорогих ресторанах, и все, кушать спокойно. Никто слова не скажет, но если будет какое-то продвижение, то сейчас растет тот же доллар. Квартиры стоят бешеные деньги. Молодежь, молодые семьи без квартир вообще вечно снимают. Все, дома стоят пустуют построенные. Нельзя взять этот дом, договориться с этим там, кто построил, и отдать, ну, договориться, я не знаю. Это вы уже там решайте сами на своих политических там уровнях. Я в этом вообще не разбираюсь. Ну, я просто вижу эту ситуацию так, что надо дорогу давать молодым, молодежи. Вот они тогда начнут работать. И кто-то там думает, все равно все будут воровать, все будут себе засовывать в карманы. Есть у нас много достойных людей, у меня есть друзья достойные, но они уже уехали из этой страны, потому что умы, умы текают. Надо двигаться, потому что кулю в лоб, это может быть и предсказание. Спасибо министру обороны, я не знаю, который организовал это все. Я смотрю, читаю странички, Бирюкова, там Давид есть, Браун, некоторые волонтеры, Таня Рычкова, Диана Патренер, остальных не знаю, которые организовали уже для Министерства обороны какой-то момент, какой-то толчок. Начинают спальники, обмундирование, экипировка. Будем заканчивать уже там подводными лодками, это все будет, все движется нормально, люди работают. А в основных структурах они не работают. Почему? Потому что, если сейчас, дай Бог, закончится эта война, начнется какой-то экономический хаос, и все, чтобы все переключатся на экономику, и все будут болеть за экономику. Надо сразу на всех фронтах работать, а для этого надо давать людям работать, молодым парням и девчонкам, которые знают, что делать. Они не сидят дома с экономическим образованием и продают карточки или сигареты какие-то в ларьке, потому что нет работы у людей во всех структурах. Ну так. Ну а так все нормально будет у нас, я думаю, да. Может, я достучался до людей. И объединяйтесь по максимуму, не надо там какие-то языковые барьеры строить. Вы не видите реальные проблемы. Я уважаю всех ветеранов, ну вот, допустим, Афганистан, Чечня. Ну тут пожестче будет, тут пожестче. Потому что, когда залп урагана где-то приземляется рядом, когда разлетаются просто люди, как в фильмах, на маленькие кусочки, очень много несут потери подразделения и боятся уже даже куда-то выходить на какие-то задачи. здесь серьезная война. Так что, понятно, люди живут в мире, пусть и живут в мире. Там кто-то спорит, чтобы не ходили в рестораны. Ходите в рестораны, отдыхайте, живите, детей воспитывайте. Ну, правительство должно работать для людей. Для людей. Не показывать себя, как я, какой я молодец вешу на билборде и все будет добре. Все остальное. Тот же Тегибко. Не прошел никуда. Все, замолчал. Сколько ты денег просрал? О, старина. Вот такие вот дела. Возьми там тот же, я не знаю, Тегибко, жена вроде у него там умная, вечно рассказывает везде. Возьми какую-то структуру под себя, экономическую возьми. Возьми, набери молодых людей. Ну, я не знаю. Может это очень сложно там для вас делать, но надо что-то делать. Не просто сидеть и ходить с оппозиции в оппозицию, там, заходить, выходить, что-то там, друг друга орать, бить лица. Почему вы имеете право друг друга бить там на трибуне, а допустим, я не имею право ударить по морде прохожего, который меня там обозвал. Я сразу попадаю в милицию, а вы там друг друга бьете спокойно, прилюдно там. Почему вы так делаете? Это у вас пример вы показываете? воспитатель вам нужен, нормальный. Я маршал, доклад закончил. Вырубай.